У нас есть тема Кадырова, кровавая и огненная тема властителя Чечни, но когда звучит фамилия Кадыров, я вообще не понимаю, какие к нему могут быть вопросы. Да, он выращен специально как диктатор Кавказа, но он ничего не делает без прямого разрешения или прямого приказа. Он не случайно себя позиционирует как пехотинец. И я тебе могу сказать, что ведь Чечня это то место, где всегда первые секретари обкомов еще того времени делали абсолютно то же самое. Точно так же исчезали люди, исчезали целые семьи, потом где-нибудь в горах вырастали маленькие могильные холмики. Чечня очень специфическое место, тем более сейчас... То есть еще во времена Чечены-Ингушетии? Конечно, конечно. Это было тогда, она еще не была такой наливной. А сейчас вот надави Чечню в любом месте, и оттуда потечет спецназ, потому что спецназами там пропитано все. И они же получают, в общем, действительно по миллиарду рублей в день. Бюджет Чечни, официально в этом вынуждены все были признаться, 375 миллиардов в год. То есть Центробанк должен все усилия тратить просто на беспрерывную отгрузку банкнот. И Кадыров вообще, он выполняет такую архиважную роль. Он в путинской вертикали играет роль кипятильника, который автоматически поддерживает... Простите, в кого заправлен этот кипятильник? Он заправлен вообще в российскую действительность. И когда падает температура страха в стране, немедленно включается Кадыров, потому что... Не потому что граждане смелеют, просто потому что они забывают, что они должны бояться ежедневно, публично, изримо. Что бояться это основная обязанность российского гражданина, который должен бояться Росгвардию, полицию, КГБ. Он должен бояться военкоматов, психиатрию, налоговую. Ну, список примерно из 40 обязательных страхов, которые должны быть остро испытываемы каждый день. Потому что, если, например, там хотя бы три страха гражданин почему-то не испытывает, то уже им надо заниматься серьезно и заниматься должны официальные органы. Россия же это дом страха, это царство страха. Большая часть всего мирового страха, сконцентрированный именно в России, а в сочетании с разведанными в России запасами маразма, это дает совершенно волшебные клады. То есть, бояться... Я правильно ли вас поняла, Александр Глебович, что когда в Нижнем Новгороде похищают жену бывшего федерального судьи и увозят в неизвестном направлении известные силовики, то это, вы считаете, совершенно разрешенка? Я думаю, что это не просто разрешенка. Нет, он все-таки за ним оставлено право творца, право художника. То есть, он может выбрать, кого именно увозить. Да, он может выбрать, он всегда может выбрать, но мы видим, что он, в общем, справляется с своими обязанностями подогревателя общегосударственного страха просто блестяще. Я думаю, мы после перерыва продолжим о нем, да? Мы снова с вами, Ольга Журавлева из Москвы, из Петербурга, Александр Невзоров. Александр Глебович, давайте разберемся окончательно. Да, он, конечно, любит, очень любит обзываться, очень любит кидаться всякими страшными словами террористы-экстремисты, но это диктаторский жаргон, а он в положении в России такого любимца Владимира Владимировича, младшего диктатора. Я бы рекомендовал людям, которые интересуются этим вопросом диктатуры и как эта диктатура выглядит вблизи, что она собой представляет, тщательно, конечно, изучить жизнеописание Жана Беделя Бокасса, императора Центральноафриканской империи. И вот посмотрите подробности его правления, он ярчайший, просто вот самый красивый представитель африкано-российского типа диктатуры. Ведь при нем, при том, что ежедневно творились казни, ежедневно сажались люди, ни один человек никогда не был расстрелян или посажен за правду, за борьбу, за несогласие, за попытку спасти дочь от насилия, а мать от съедения. Нет, все расстреливались и сажались только за терроризм и экстремизм. Так что это его изобретение, он первый император Жан Бедель Бокасса понял, что самое главное правильно назвать оппонента и можно с ним делать все, что угодно. Главное придумать закон, который позволяет на абсолютно законных основаниях оппонента съесть. Потому что ведь Бокасса действительно, и это задокументировано везде, он ел своих политических противников, ему готовили человечину. Он этого не стеснялся, как и все потомки племени Мбака. По-моему, он был из племени Мбака. И вот была сцена, когда он сидел и золотой ложечкой выковыривал, значит, глаз из запеченной в кляре головы министра образования. Там все было великолепно сервировано. Хрусталь, фарфор, серебро. Вокруг были интерьеры, как у Волочковой или как у провинциального гаишника. Бокасса это все очень любил. Сам Бокасса всегда садился обедать в кружевном слюнявчике. Ну, подавали ему человечину. У него был серебряный молоток, серебряное долото для того, чтобы можно было эти приготовленные головы раздолбить, вскрывать, добраться до парного мозга. Причем вот на этой голове министра образования из крема была сделана такая роскошная прическа. То есть серьезно человек к этому относился. 19 жен, много орденов. Ну, все как мы любим. Бесконечное количество орденов. Более 40 детей. Врываются те французы, которые курировали его империю. Им нажаловались из всех бесконечных советов по правам человека всех стран про то, что да, там жрут, едят людей, вот прям едят откровенно. И вот как только эти французы ворвались и увидели эту голову, Бакаса тут же, значит, показал постановление суда, статью по терроризму. И объяснил, что персонаж-то осужден за терроризм судом. Террорист, ну, съел, ну, не пропадать же, как, что называется, добру, потому что съесть это наша национальная традиция, наши скрепы, наша самобытность. У нас он вообще Бакаса, вот он любил ковырять в зубах, выковыривать останки уха непрожеванного оппозиционера. Он говорил, у нас правовое государство. Мы нигде никакого произвола не допускаем. У нас верховенство закона. Объяснял он и показывал, действительно, статьи и приговоры, по которым все эти люди были уничтожены. Он имел право съедать абсолютно по закону каждого своего подданного. И никто не смел пикнуть. Что самое интересное, простите, в истории с этим императором Центральной Африканской Республики, это финал его жизни. Он умер своей смертью на свободе. Да, он еще после этих обедов, он пережил изгнание, вернулся и уже стал не императором, а президентом. Совершенно верно. То есть у нас, я бы сказал, блестящие перспективы. Он был помилован, так мило. Господи, как хорошо все. То есть Кадыров в качестве преемника Путина, он абсолютно возможен. Если вы хотите задать мне этот вопрос, который тоже возник сегодня и вчера. Который как-то лежит прямо на поверхности. Да, да, все возможно. Ведь Россия страна возможностей, если возможно назначить Валуева, насквозь пропитанного кровью лосят, лесят, волчат, человек, у которого нет иных фотографий, кроме как фотографии с перекошенной рожей и с трупом зверя, с трупом животного, вот он, конечно, назначен ответственным в стране по всему живому в лесах и полях. Если пещерный Петечка Толстой, который собрался лечить мир корой дуба, а Российскую империю возглавлять в пределах 19 века, он назначается в Совет Европы, в парламентскую ассамблею. В парламентской ассамблее Совета Европы, да. А Скобеев... Ну а кто с другой стороны? Вас что ли послать? А я не поеду, Александр Глебович. Вот, вы не поедете, а вот Петр Толстой поедет. А Скобеев, это муж Скобеева, у него какая-то другая еще есть фамилия, он направляется по связям с Верховной Радой Украины. Понятно, что троллит нас всех Владимир Владимирович, изгаляется, что называется. Но почему Кадыров не может стать президентом России? Главное, что есть механизм, который формирует нужные проценты, и все будет по закону, как у БКС. Диктатура же она, Оль, она же тем и мерзкая штука, что из нее вот простого и мирного выхода не существует. Что она обязательно прогрессирует. Из нее нет выхода. Это замкнутое кольцо. То есть она не превращается естественным путем в более мягкую, более душевную, более демократичную и далее цивилизацию? Нет, нет, к сожалению, нет. Не существует этого выхода. Ей с каждым годом, наоборот, нужно все больше крови, слез, гноя, унижений.